Всем привет! Меня зовут Ирина Клинская. Сегодня я в гостях у зоомагазина «Планета экзотики». И мы будем продолжать разговоры о среднеазиатских черепах и перейдем к содержанию этого вида. И начнем мы, конечно же, с кормления. Потому что правильное кормление – это залог здорового образа жизни и здоровья вашей черепашки. Что мы сейчас видим у нас в террариуме? Это листовой салат и тыква. В природе среднеазиатские черепахи поедают бахчевые культуры, особенно тыкву. И на самом деле тыква – это очень хороший корм на зиму. Ее можно либо мелко резать, либо класть в такие кусочки. Кусочки хороши тем, что пока черепашка кушает, она стачивает свой клюв ромфотеку. Потому что если ромфотека отрастает неравномерно, это может вызвать затруднения у черепахи при питании. И поэтому желательно корм давать иногда крупными кусками, чтобы черепаха его ела и, так сказать, грызла. И для этого еще дают кости каракатицы, либо кальцевые камни в террариум черепахи, чтобы она потребляла кальций и при этом стачивала свой клюв. Тыкву жрать быстро. Не, они не будут. У них пока есть салат, они не будут есть тыкву. Черепахи эти живут в засушливой местности. Им не свойственно получать в пищу сочные корма, овощи и много фруктов. Им нежелательно есть капусту. Да, это очень большая ошибка распространенная. Люди, которые приходят и видят черепаху, сразу предполагают, им можно купить сегодня капусточки. Почему-то это отложилось, наверное, еще с тех времен, когда они жили под батареями. Но, насколько я знаю, самый правильный и грамотный рацион для черепахи – это сушеные вообще травы, в принципе. Ну, то есть не влажные салаты, а лучше всего подготавливать для своей черепахи с лета. Основной рацион – это листовые смеси листовых салатов, это добавление сена к рациону, это ботва свеклы. И можно еще давать пророщенную горчицу, потому что она растет быстро и очень тоже хорошим кормом является для именно среднеазиатских черепах.